Система охлаждения Давайте посмотрим Суперкомпьютер громадный, медленный, неэффективный, стоит много денег, нужно следить за тупой вещью И он был придуман Нет никого хотя бы с половиной мозгов, кто бы сказал, что суперкомпьютер произошел от взрыва на электронной фабрике Есть такие? Но они разворачиваются и говорят, что пчела произошла Подумайте об этом еще один раз Дьявол смеется с вас за веру в его обман И человеческий мозг в миллион раз сложнее пчелиного Друзья, мы удивительно созданы Когда я проводил дебат, я спросил одного профессора Сэр, человеческий мозг весит около одного килограмма Верите ли вы, что ваш мозг, это ничего кроме одного килограмма химикатов, которые случайно упорядочились на протяжении миллиардов лет? Он сказал, да, я верю А я сказал, тогда у меня к вам есть один вопрос, сэр Если ваш мозг не представляет ничего кроме кучи химикатов, то как вы можете доверять вашим мыслям и заключениям? Может быть у вас несколько химикатов задом наперед? Видите, ДНК, рибонуклеиновая кислота, лучше известна как хромосомы, является самой сложной молекулой во всей Вселенной В среднем 50 триллионов клеток находится в человеческом теле Если вы извлечете все ДНК из каждой клетки, то вы наполните этими ДНК около двух столовых ложек Но если вы возьмете эту неимоверно сложную молекулу и растянете ее от конца к концу То ДНК одного человека, составляя две ложки, растянется от Земли до Луны и обратно 5 миллионов раз Этот кодек ДНК находится в вашем теле прямо сейчас Если вы распечатаете этот удивительный кодекс ДНК, вы найдете, что он намного сложнее всех компьютерных программ, составленных человеком Он неимоверно сложный Эта молекула непостижима Если вы распечатаете кодекс, найденный в ДНК вашего тела Когда вы закончите печатать, у вас будет достаточно книг, чтобы заполнить Великий Каньон 40 раз Кто-то здесь работает с компьютерами Я хочу увидеть, как вы сможете сконденсировать 40 Великих Каньонов в программу В CD-RAM, PK-ZIP, SciQuest Мне все равно, что вы будете использовать Но когда вы закончите, это должно поместиться в две столовые ложки Мой небесный отец уже сделал это Он умен, не правда? И не только это Молекула может произвести хорошую копию самой себя Кстати, вы это копия копии 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 Адама Возьмите любую компьютерную программу и сделайте копию Возьмите эту копию и сделайте еще одну копию копию И сделайте еще одну копию копии, и сделайте так только 50 раз Тогда возьмите 50-ю копию, поставьте ее в компьютер и запустите Это то, что сделал Бог, друзья? Давид сказал, славлю тебя, потому что я диво, дивно устроен У него даже не было микроскопа, и он понимал это От зачатия до рождения к телу ребенка прибавляется 15 тысяч клеток в минуту Каждая клетка намного сложнее космического корабля Хотели бы вы работать на фабрике, выпускающей 15 тысяч космических кораблей в минуту На протяжении 9 месяцев Вы ужасно устанете, когда вы закончите, не правда ли? Вероятность случайного появления только одной молекулы ДНК По подсчетам составляет 1 шанс на 10 в 119 тысячной степени Этого не происходит Один профессор сказал мне Если бы случайно произошла только одна ДНК, эволюция продолжила бы появление остальных Я сказал, я не верю, что одна ДНК произойдет случайно Но я вам дам одну, я вам дам две Я исследовал это Я заметил, что чем больше у вас хромосом, тем вы сложнее И таким образом вы более развиты Я начал располагать некоторые вещи в порядке Основываясь на количестве хромосом Чтобы доказать, как произошла эволюция Я обнаружил, что у пенициллина две хромосомы Должна быть простейшая форма жизни Медленно, через миллиарды лет У него откуда-то появились еще немного И он медленно превратился в фруктовую муху И тогда через миллионы, миллионы и миллионы лет Медленно развился в помидор или домашнюю муху Они близнецы, понимаете? И тогда очень медленно, через миллионы лет Развился в горох И тогда очень медленно, через миллионы лет Это секрет, ребята Медленно он стал пчелой И тогда медленно, через миллионы лет У нас появилась тройняшка Вы знали, что у апоссума Секвой и Бабах по 22 хромосома? Средний ученый не может различить, что есть что Давайте посмотрим дерево Апоссум, боб Что из них что? И тогда медленно, через миллионы лет У нас появилось еще несколько хромосом И мы стали человеком Вот вот здесь, 46 Нам бы еще только два хромосома И мы можем стать табаком Я знаю некоторых, у которых уже такой запах Иногда, когда они заходят в лифт Я скажу Ну вы и развиваетесь Вы уже перегнали меня Как это у вас получилось? И тогда очень медленно У вас может быть достаточно хромосом Чтобы вы стали картофелем 90 Вы не знали, что они такие сложные, правда? И когда-то в далеком будущем Не случатся прямые жизни Может в каком-то звездном веке У нас будет достаточно хромосом Чтобы мы стали папоротником Когда я был в церкви После служения Ко мне подошла женщина и сказала Мистер Хованд Я папоротник Я пожал ей руку Вот этой рукой Я ее больше не буду мыть Почему детей не учат Количество хромосом, а? Не подходит к теории эволюции Вот почему Они скажут детям У нас есть доказательства Молекулярной биологии Да, мальчики и девочки Последование ДНК доказывает это В этом учебнике говорится Дарвин предполагал Что все жизненные формы Связаны между собой Это предположение было проверено Извините, что вы имеете ввиду? Вы имеете ввиду, что теория Дарвина Была доказана? Это пропаганда, друзья Кстати, это в учебнике колледжа Что они делают? Они берут последовательности Аминокислот разных животных Растений и подобных вещей И располагают их Основываясь на ихнем различии Вообще-то известно очень мало О последовательности аминокислот И о большинстве подобных вещей Однако они нашли, что человек Отличается от утки только на 11% Вам до утки только 11%? Вы могли бы лететь на юг на зиму Кто-то из вас хотел бы провести зиму на юге? Последовательность ДНК Это должно быть доказательством эволюции Но эксперты, которые понимают это, говорят Это доказательство эволюции Может быть только творческим воображением Вам нужно вообразить, что это доказывает Вашу теорию Но в учебнике вам скажут Ребята, человек и орангутан Похожи на 96% Это доказывает, что у них был общий предок 15 миллионов лет назад Но подождите минуточку Это может значить, что сходство в кодексе ДНК Доказывает, что у них был один создатель Один и тот же конструктор написал код Это не является доказательством общего предка Вы не скажете, что потому что все программы Microsoft похожи друг на друга Это доказывает, что они произошли от азбуки Морзе Нет, это доказывает, что их придумал один конструктор Была определена функция только 1% Некоторые говорят, что 3% Человеческого ДНК Никто не знает функции остальных 99% Они проанализировали только 1% И если 99% этого 1% похоже на шимпанзе Это ничего не доказывает Подождите, пока они проанализируют все ДНК И даже тогда, если они будут похожими Я скажу общий создатель Это все, что это доказывает Если вы возьмете сходство в сборочных конструкциях Производства Dodge Caravan И сравните их со сборочными инструкциями Производства Plymouth Voyager Вы увидите, что они похожи на 99% Доказывает ли это, что их предком был Volkswagen? Нет, это доказывает, что один и тот же человек написал инструкции, правда? Между человеками и обезьяной сотни различий Они умышленно выбрали для рассмотрения несколько похожих вещей И обучают этому в классах Доказывая, что у нас с обезьянами общий предок Они не упоминают о различиях, которые насчитываются тысячами В зависимости от того, что вы хотите сравнивать Вы можете сравнивать разные вещи и приходить к разным выводам Кто-то сказал, что человеческий цитокром С близок к подсолнечнику Человеческий глаз близок к осьминогу Если сравнивать удельный вес крови То вы ближе всего к кролику или к свинье Если сравнивать человеческое молоко, то вы родственны с ослом Если бы не было никаких сходств, мы могли бы есть только друг друга Бог сотворил все, и поэтому мы можем есть почти все Это жизнь Однако, если вы думаете, что сходства что-то доказывают Я хочу познакомить вас с моим исследованием Я провел многолетнее обширное исследование Основанное на содержании воды в разных объектах В моем исследовании я обнаружил, что облако состоит из 100% воды Арбузы из 97% воды Только 3% разницы Очень близкие родственники Это доказывает, что арбузы произошли из облаков Не только это, я нашел потерянное звено Медуза 98% воды И, верьте или нет, снег Они идентичны Вы никогда не узнаете разницу между медузой и снегом Они говорят Они говорят